итак добрый день гостям и подписчикам моего канала сегодня мы поговорим сниму обзор своей соковыжималки шнековой кт 1102 вот такая вот kit frost фирма то есть это одна как я считаю по моему мнению одна из самых лучших бюджетных соковыжималок потому что соковыжималки есть пятнадцать тридцать тысяч я по акции с купонами взял вот ее буквально она мне обошлось обошлась 44 вот 790 то есть это вот именно бюджетное хорошее начинает твоя соковыжималка почему я взял не центробежную то есть как бы центробежная мне надоели уже то есть я две у меня были центробежных я уже отвез в коробках на дачу минусы сейчас объясню минусы в этих центробежных соковыжималка такие что во первых в жмыхе там очень много сока его можно рукой отжать то есть она она и нагревается пропадает витамины вот эти все во первых очень много всяких фруктов апельсинов все как это яблоки все очень много их уходит и очень много сок остается жмых они еще очень шумные то есть конечно они побыстрее все это отжимает соковыжималка быстрее давится сок на выходе но очень большой отход говорю берешь прямо жмыху все прекрасно знаете отжимаете решила взять шнековую по моему мнению это одна как бы самая лучшая бюджетная соковыжималка шнековая то есть как бы я остановился вот на такой кт 1102 еще один плюс в этой соковыжималки шнековый тот что здесь просто все что угодно можно сок всего что угодно можно делать она шнековая кружевник сельдерей морковь картошка все что угодно просто у меня сейчас я не буду все выжимать у меня есть яблоки есть морковка есть апельсин мы зависим я скажу сколько на выходе получится этого сока то есть далее вот она вот так включается обратите внимание работает бесшумно то есть выключение и реверс достаточно простая конструкция давайте в комплект идет два вот таких мерника они 800 миллилитров вот такие два мерника до 800 но я думаю здесь литр будет если до самого верха далее идет такая щетка которая хорошо можно очистить фильтр такие достаточно жесткие вот эти ворсинки далее сама соковыжималка то есть давайте разберем разбирается она очень просто вот так мы все достаем вот фильтр и вот сама снимается тут в принципе кто переживает как бы по-другому она она может собираться только как надо если мы как-то неправильно соберем она просто у нас не включится опять и покажу как я ее мою после здесь то есть вот воткнули нашу нижнюю часть то есть обратите внимание красное вот это пятно дальше мы все по красному пятно будем собирать то есть здесь же видеть фильтр где-то все фильтр вытаскивается вставлять дальше тоже по красному пятна мы вставляем вот так вот вставили и наравне это все с красным пятно далее далее вставляем сам шнек наш вот мы увидим как защелкнется все стоп далее мы ровняем вот с красной точкой мы видим красную точку и закрываем все и вставляется на толкатель видите все включилось то есть значит мы собрали правильно далее давайте начнем начнем мы с яблок берем яблоки сейчас пока высоковыжималка достаточно полезная вещь для дома почему потому что в сезон когда яблоки сок это незаменимая просто вещь в описании написано что подготовить но просто вот на 4 части мы разрежем наши яблоки на 4 части килограмм здесь еще обратите внимание такая полезная вещь есть стоп капли то есть когда мы меняем какую-то чтобы капли драгоценные не падали мы закрываем стоп каплю вот эту все сок остается у нас вот здесь вот вот в этом жёлубе далее смотреть еще присоски обратите внимание 4 присоски мы то есть вот так так давайте снизу вам покажу ну тут вот кит фрост модель все то же самое закрепляем видите чтоб она не ходила открываем наш этот стоп каплю и далее что мы делаем мы включаем нашу нашу соковыжималку сразу мы не кидаем пускай она немножко поработает и потом вот так вот сразу тоже всю не забиваем ее обратите внимание работает она конечно не не быстро работает не быстро что скорости как у центробежной коричь скорости есть и не побольше но то есть нам не вот торопиться не к чему то есть вот видите пошел сок вот идет у нас жмут вот так достаточно не надо всю забивать ее то есть вот видите я яблочко порезал она просто лишним большого так на четыре части без проблем все идет вот так итак килограмм яблок у нас прошел видите жмут сухой ну я и даю вы дайте поработать и и прямо чуть-чуть еще выходит последние капли то есть выключая вот у нас жмут про посмотрите вот абсолютно сухой если посмотрите вот здесь то есть не капли ничего нету сока выжимает насухо и все витамины остаются как бы у нас россии посмотрим сколько получилось килограмма сок пены тоже вы видите обратите внимание сколько пена минимальная 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 пена и просто сейчас сейчас мы посмотрим сколько у нас здесь получилось но грубо говоря пена убрать 800 миллилитров как бы получилось у нас сока с килограмм и яблок то есть это ну пенку убрать но чуть меньше может давать 700 считать вот у нас такого все и так далее следующее здесь я почистил давайте зависим при вас убрал кожуру апельсины конечно лучше рекомендуется мякоть чистить кожуру но я думаю так но я на всякий случай чищу килограмм у нас апельсина килограмм тоже чищены получилось так же берем с яблоками все супер как мы видим я как бы пользуюсь ей уже два месяца то есть также вот составит труда на чистить 5 секунд эти апельсины сейчас посмотрим сколько у нас получится апельсина соков миллилитр вот так почистим наши апельсины а так можно выжимать на сок выжималки вообще практически все любой сок ну поехали открываем чуть-чуть я не стал мыть и это они потому что мешаются эти соки ничего опять включая и теперь то же самое делаем с апельсинами итак выключаем закрываем как мы видим как мы видим тут показывать больше где-то 900 миллилитров вы представляете с килограмма апельсина очищены 900 миллилитров сока какая вот это экономная сок выжималка остаются то есть одни отходы то есть центробежная никогда в жизни такой это такой экономностью не не похвастается витамины все остаются ничего не нагревается и все витамины попадают нам в организм с этим соком далее давайте перейдем к моркови остается у нас морковка то что вот у меня было ну где-то не доходя 480 грамм так морковь тут надо тоже морковь на такими брусочками то есть рекомендуется порезать сельдерея морковь вот такой более жесткая здесь вот так делается брусочки далее так же включая открываем капельку и вот так вот морковку добавляем ну вот тоже даем немножко что пускай поработает так минуточек минуточку две и можно выключать смотреть сколько у нас получилось морковного сок как мы видим жмых сухой вот у меня до этого центробежные боми вот такая вот соковыжималка выключая и и так далее сейчас закрываем каплю все продумано и у нас где-то получилось так здесь видно 200 200 миллилитров получилось у нас морковного сока 480 грамм и с морковки это отличнейший результат что могу сказать единственное нас попадается такая достаточно такая крупная мякоть но не крупная мякоть но это достаточно приятно как бы это все равно сок вот такая вот соковыжималка давайте наверно сейчас покажу сразу так как ее помыть так характеристики мощность 150 ватт вращение вала 60-70 оборотов в минуту снор 1 на 1 метров максимальное время непрерывно работ 30 минут вес 5 итак процесс мойки вставим вот к месту где мы будем ее мыть и здесь все последовательным просто как вам удобно например берем шнек споласкиваем снимаем вверх тоже видите самое главное конечно же надо делать это все сразу и так вот одна минута помыли щеткой фильтр нож чистый далее здесь тоже без особого труда и вот снимается последняя часть итак без особого труда мы помыли это все вот это вот стучка сразу назад и и защелкиваем класс маску все ждем пока это все просохнет и собираем опять это все как было и так вот такая вот самая лучшая соковыжималка по моему мнению я рассказал все плюсы и минусы общие вот такая вот шнека мне нравится намного больше как всегда всем ком понравился подписываемся и ставим лайк всем пока